В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортер телекомпании Город, готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Парад техники на главных улицах города. Рязанские спасатели празднуют день основания пожарной охраны. Дорогу детям. Наш корреспондент выяснил, что нужно сделать, чтобы получить новую детскую площадку для своего двора. Простуда, вирус, температура. Весна, обманчивое время года. Именно сейчас можно незаметно для себя заболеть. Поезд летит. Жители Рязанской области ожидают приезда спецпоезда ЛДПР. И города Параднимы. О кровном родстве Рязани с европейскими столицами рассказал историк и краевед. Вновь на улицах Рязани состоялся автомобильный пробег техники, которая стоит на вооружении в МЧС. Традиционно пробег завершился выставкой боевых машин на площади Победы. Каждый рязанец мог сесть внутрь любого автомобиля, внимательно рассмотреть его, узнать, как он работает. А приурочено это мероприятие к очередной годовщине российской пожарной охраны службе уже более 350 лет. В преддверии дня пожарной охраны в Рязани прошел автопробег специализированной техники. По утренним улицам города проехались современные пожарные автомобили, но сегодня спешили они не на вызов. Конечной точкой маршрута была Площадь Победы, где и проходила выставка всей техники. В один ряд с современными машинами поставили также и гужевую повозку, чтобы дать представление рязанцам, какой транспорт пожарные использовали раньше. Выставка проходит не только в целях профилактики пожаров в нашем городе, но и для популяризации работы пожарников. Сегодня жители наглядно увидели профессию изнутри. Любого желающего сотрудники добровольной пожарной охраны одевали в униформу, а детей с удовольствием катали на квадроцикле. Также на обозрение выставили все внутренности машин, которые мог осмотреть любой житель города. Рязанцам показали и один из самых последних образцов пожарной техники. Машина, оснащенная 50-метровой лестницей, которая оборудована гидравлическими установками для безопасности сотрудников. С такой лестницей пожарная служба может спасать людей с 25 этажа. Это реальные машины, которые участвуют в тушении пожаров. Сегодня мы их вывели из боевого расчета, поставили в резерв. И не дай бог что-то случится, они с этого места убудут к месту пожара. На сегодняшнем мероприятии присутствовали ветераны пожарной охраны, а также многие почетные гости. Так что нашему городу есть что противопоставить огненной стихии. Детские площадки во многих дворах нашего города далеки от совершенства. Это ни для кого не секрет. Однако печалиться по этому поводу рязанцам, которые столкнулись с такой проблемой, не стоит. В их силах исправить ситуацию, а не жаловаться на судьбу. О том, какие меры нужно принять для того, чтобы в вашем дворе появилась новая детская площадка, расскажет Валерий Седов. Для того, чтобы детская площадка расцвела в вашем дворе, одного желания будет мало. Есть специальная программа развития жилищно-коммунального хозяйства. И у нее есть основные требования. Начать стоит с обычного собрания жильцов. Совместно с управляющей компанией надо собрать подписи и составить протокол заседания. На основе этого и принимается решение, будет ли украшен двор. Если ответ положительный, то испытания на этом не заканчиваются. Это заявление вместе со всеми прилегающими документами следует передать в управление ЖКХ. Дальше надо будет получить разрешение от энергосберегающих, энергосбытовых и многих других компаний. Потому что может оказаться так, что детскую площадку построят на теплотрассе. Само собой, это недопустимо. Но у программы есть одно важное требование в данном случае, что установка детского игрового оборудования должна проводиться на сформированном земельном участке. У нас в городе Рязани такие, к сожалению, не все. До сих пор квартирные дома стоят на муниципальной земле. И поэтому первое, что нужно сделать, это сформировать и поставить землю на государственный кадастровый учет. Если жильцы уже построили детскую площадку своими руками, то службы города ее не разберут. Правда, если какие-нибудь элементы будут представлять угрозу для жизни или просто плохо закреплены, ее демонтируют. В противном случае детская площадка будет стоять на радость детям. Правда, компенсацию за свои труды никто не получит. В этом году, например, на детские площадки будет выделено 5 миллионов рублей. Для сравнения, в 2016 году было 10 миллионов рублей. Сумма этого года позволяет обеспечить одной детской площадкой один район города. Но в Рязани целых 20 районов. Поэтому следует расходовать свои силы и свои желания правильно. Весна наконец-то наступила. На улице тепло. Вот-вот зазеленеют деревья, запоют птицы, а теплая одежда отправится на дальние полки. А вот опасность простудиться весной не менее актуальна, нежели в холодное время года. О том, как все-таки не заболеть, в следующем сюжете. Пришла, наконец, весна. А на улице с каждым днем становится все теплее. Солнышко светит уже ярче и греет сильнее. Но почему же в весенний период люди продолжают болеть? И как этого избежать? Причин весенней вспышки заболеваемости несколько. Усталость после долгой зимы, дефицит витаминов, редкое пребывание на солнце. Конечно, перепады температуры. Однако, радует тот факт, что грипп нам уже не страшен. Эпидемия гриппа сезона 2016-2017 года завершилась. Но не надо забывать о том, что возможны случаи инфекционных заболеваний, которые могут напоминать грипп. Это острая респираторная вирусная инфекция, пары грипп, аденовирусная инфекция и ряд других. Об этом тоже не надо забывать и помнить о возможности УРВИ и принимать все необходимые меры профилактики. Конечно, кто предупрежден, тот вооружен, а наше с вами здоровье в наших руках. Поэтому не забывайте вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Неплохо пропить витамины и все-таки не забывать о том, что весна – время года коварное. И до лета, когда можно будет совсем забыть о просуществовании теплой одежды еще целый месяц. А вот открывать окна и проветривать помещение опасаться не стоит. Главное – избежать сквозняка. Ну а если же вы все-таки заболели, не расстраивайтесь. Вирусные простуды не так агрессивны, как грипп. Однако лечиться все-таки нужно. Побудьте пару дней дома, соблюдайте постельный режим. Быстрее победить болезнь поможет также горячий чай и теплая ванна. Ну и, конечно, визиты к врачу никто не отменял. Самолечением заниматься все-таки не стоит. В очередной раз агит поезд ЛДПР пройдет по районам Рязанской области. Партийцы пообщаются с гражданами, примут их жалобы и обращения, чтобы в дальнейшем помочь рязанцам. В преддверии визита полезного железнодорожного состава наша съемочная группа пообщалась с депутатом Госдумы Александром Шерином. Основная задача акции с участием спецпоезда ЛДПР в эти предпраздничные и праздничные дни еще раз встретиться с избирателями. Поздравить их, вручить сувенирную продукцию и с первых уст услышать о тех проблемах, которые волнуют жителей Рязанской области. Мы понимаем, что есть общие проблемы. Это отвратительное состояние дорог, дорогие тарифы на услуги ЖКХ, недосупность образования и здравоохранения. Но мы хотели бы знать конкретную проблему в конкретном населенном пункте. И это мы можем узнать только от жителей данного сельского поселения или муниципального образования или города. Спецпоезд ЛДПР 30 апреля, 1 и 2 мая посетит более 10 районов Рязанской области. Среди них Рыбновский, Касимовский, Сасовский, Шиловский и другие районы. Подробнее с маршрутом следования спецпоезда можно познакомиться на официальном сайте Рязанского регионального отделения партии ЛДПР. В Рязань же поезд прибудет 30 апреля в 20.00 на железнодорожную станцию Рязань-1. Мы, соответственно, всех рязанцев приглашаем. На нашу встречу обязательно приходите. Всеми семьями, всем возрастным категориям у нас есть свой подход. Все получат сувенирную продукцию, подарки. Естественно, те, у кого есть проблемы, сразу могут приходить с письмами, оставлять в нашей мобильной приемной. Тем более 10 сентября 2017 года состоятся выборы нового губернатора Рязанской области. В преддверии выборов жители Рязанской области смогут не только рассказать о волнующих их вопросах, но и выслушать позицию партии ЛДПР в отношении существующих на сегодняшний день проблем как в Рязанской области, так и в целом в России. Смотрите далее. Правовые уроки для школьников. Рязанская полиция заботится о юном поколении для того, чтобы в обществе царил порядок. Города породнимы. О кровном родстве Рязани с европейскими столицами рассказал историк и краевед. Настоящая весна. Погода в ближайшие дни будет отличная. И забота о переработке мусора в год экологии. В эфире программа «День города» и мы продолжаем выпуск. Знание своих прав и обязанностей облегчает жизнь гражданам. Намного проще решить проблемы в магазине при сдаче некачественного товара, а также предотвратить пропажу ценных вещей. Чтобы дети с юных лет имели основу правовых знаний, сотрудники полиции проводят для них в школах специальные уроки. Акция «Проверь правопознание» рассчитана на учеников, начиная с 7 класса и старше. В этот раз она состоялась в школе номер 8, где в качестве просветителей и экзаменаторов выступили инспектор по делам несовершеннолетних и представитель общественного совета при управлении МВД. Мероприятие было направлено на просвещение школьников. Ведь каждому человеку, будь он даже ребенком, ежедневно требуются знания, норм, права. Выступавшие вели беседу с детьми в режиме диалога. Что отметили организаторы, это то, что школьники активно отзывались на те вопросы, на которые предлагалось ответить. Школьники показали неплохие правовые знания, действительно, они знают Конституцию, они знают, что кроме Конституции у нас есть и другие законы в государстве. По словам члена общественного совета, при управлении МВД России Призанской области, в целом школьники показали неплохой результат и почти все справились с заданиями. После тестирования ребята активно задавали вопросы. Профессиональные юристы, полицейские рассказали об уголовной административной ответственностях. Кроме того, были подготовлены мультимедийные презентации для яркого и наглядного закрепления школьниками материала по правовой грамотности. Инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по советскому району Рязани Анна Ефремова предупредила ребят о том, что необходимо бдительно относиться к своему имуществу и заботиться о его сохранности. Особое внимание она попросила обратить ребят на сотовые телефоны и велосипеды. Кроме того, организаторы надеются, что все полученные знания школьники передадут своим знакомым и родителям, которые тоже часто бывают юридически неграмотными. И не все они знают свои права и обязанности. С самых древних времен жители рязанских земель отличались мужественностью на территории нашей области. Жили настоящие воины и богатыри. Можно вспомнить и в патии Клаврата и Добрыню Никитича. Борьбе с врагами не было равных и рязанским воинам в течение всей истории проливалась рязанская кровь не только за свою родину, но и за братские народы. Города, где погибали рязанцы, с тех пор считаются кровными родственниками нашего города. О незримой связи напоминают разве что название улиц и площадей. По таким местам сегодня проехалась наша съемочная группа. Южными воротами Рязани называют члены топонимической комиссии вокзал Рязань-2. Отсюда уезжают поезда к Трем морям – Каспийскому, Черному и Азовскому. Сюда же прибывают с южных направлений составы. Непосредственно перед вокзалом стоит одна из старейших гостиниц в городе, называя ее «Лович». Мало кто задумывается о значении такого имени. Сегодня отмечается 28 апреля, день породненных городов. Как можно породниться с человеком, помочь ему вместе кровь проливать, защищая родину, семью. Вот породниться с городом – то же самое можно, пролив за него кровь. Русская кровь пролита за Болгарию во время Османского ига, когда мы освобождали Болгарию. И Скобелю можно вспомнить и матушку его. А это площадь Димитрова. Привокзальная. Первое, что видят, выходя с вокзала, гости города. Та часть, которая презентует еще незнакомый, неведомый приезжему человеку город. Здесь стоит памятник, напоминающий о породнившейся с болгарским городом Рязани. Когда-то из гранитной стены, символизирующей горы Болгарии, бил фонтан. А в чаши цвели болгарские розы. А здесь символически изображено братство стран. Русский колос переплетается с символом Болгарии – розой. Знак о том, что в ходе войн с Турцией русские воины, не щадя жизни, насмерть стояли за братский народ. Кусочек Болгарии – розы, гора гранит и родничок. Вот три символа Болгарии. Наши символы – это березки. Он лип, а шикарный. Вот, смотрите, за березами. Просто чудо. Просто какая-то элитная. Кусты сиреней. Ну и название гостиницы Лорвич. Улица Черновицкая – широкий проспект, соединяющий два больших спальных района. Городскую рощу и Южный. Названо так в честь города Черновцы, что расположен на юго-западе Украины. В 40 километрах к северу от румынской границы на правом берегу реки Прут. За Черновцы проливали кровь наши рязанцы, с нашей области рязанской. Поэтому такая родственная связь через кровопролитие, через Великую Отечественную войну. И мы хотели бы еще предложить, учитывая события последних лет, дать в левой части поселка Южный, где всего лишь одна улица, Березовая, присвоить еще, может быть, парочке улиц, такие названия, как Киевская, потому что это южное направление, как раз в сторону Киева, юго-западная, и Украинская. Здесь же депутат Екатерина Филиппова предложил разбить Севастопольскую аллею. И члены топонимической комиссии приняли ее предложение единогласно. Мало того, что сообщество моряков сильно в нашем городе, в годы Великой Отечественной войны моряки-рязанцы служили на водах под Севастополем. И напоминающая об этом аллея станет украшением нашего города. Все это пространство улицы Черновицкой от храма, который виден в створе этой улицы, очень замечательно поставлен, и уходящим туда, на окраину Рязани, на южную окраину Рязани, по предложению нашей комиссии, по инициативе Екатерины Алексеевны Филипповой, назвать Севастопольской аллеей. Потому что уже существующая зеленая зона и красивая такая вот серединная аллейка, они образуют даже три таких зеленых магистрали. Левая пешеходная, правая пешеходная и по середочке, которые вот на наших глазах сейчас приводятся в порядок. А город Братислава, ныне столица Словакии, тоже породнился исторически с Рязанью. Великая Отечественная война связала Советский Союз и Чехословакию. Даже на доске написано, что в честь советско-чехословакской дружбы. Стоит отметить, что и в Братиславе, и в Черновцах есть улицы Рязанские, подтверждающие кровное родство с нашим городом. Патриотический форум «Наука побеждать» проходит в эти дни в библиотеках города. Открытие его состоялось в областной библиотеке имени Горького, а посвящены мероприятия 80-летию Рязанской области. В этом году форум будет посвящен 80-летию Рязанской области и 140-летию со дня рождения Новикова Прибоя, а также 800-летию села Исады. Мы придаем сегодня большое значение сохранению и популяризации духовного наследия наших великих земляков. И как никогда важно именно сегодня, еще раз подчеркиваю, именно сегодня донести правду о великой истории нашей страны и о великой истории нашего родина, о военных и поэках, ученых, общественных деятелях, простых служебных, всех, чья жизнь является образцом бесконечного служения нашей стране и нашей Рязанской земли. Форум, который в прошлом году состоялся в регионе впервые, вызвал большой интерес и был признан на федеральном уровне, собрав предварительный состав гостей. Следует отметить, что жители Рязанской области, помнят своих выдающихся земляков, берегут их наследие, какерца и заслуганы перед страной. На примере этих людей мы учимся сами, учим нашу молодежь, любить страну, сохранять лучшие традиции, простим настоящими патриотами. Я надеюсь, что молодые люди, которые сегодня принимают участие, кто-то из вас интересуется, в истории кто-то достигает, откроют новые страницы, и поверьте, это будет для вас делом полезным. Одним из организаторов выступает Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького. По словам ее директора Натальи Гришиной, представительный форум станет заметным событием в культурной жизни Рязани и области, призванным стимулировать интерес молодежи к истории родного края. В рамках форума работают три секции. Одна из них, посвященная истории первого народного ополчения, состоялась в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Еще две, связанные с историей села Исады и Новиковым прибоем, будут работать в Спаске и Сасове. Участие в работе форума приняли родственники автора знаменитой Цусимы, его дочь и внук. Майские праздники бесспорно внесут разнообразие в жизнь горожан. Среди будней появляются выходные, настроение поднимается, появляется больше времени для отдыха, идет полный настрой на лето. О том, какая погода будет в ближайшие выходные, расскажет Наталья Новикова. Апрель, который испытывал рязанцев, холодной и дождливой погодой, наконец-то подходит к своему логическому завершению. И впереди самый прекрасный весенний месяц май, ну и, конечно, майские праздники. Синоптики рассказали, что рязанцев ждет теплая, солнечная и самая настоящая весенняя погода. Видимо, рязанцы очень хорошо себя вели и заслужили на майские праздники теплую, солнечную и сухую погоду. Природа, конечно, уже берет свое, зеленеет трава, совсем скоро распустятся деревья и запоют птицы. И, конечно, майские праздники – это такое время, когда многие хотят отправиться на природу. Так вот, синоптики обещают, что дождей в эти дни не будет. Они пройдут кратковременные и лишь местами. Поэтому где-нибудь в дальних уголках нашей необъятной родины все-таки лучше запастись каким-нибудь навесом, ну или убежищем. В этом году рязанцы на 1 мая отдыхают 3 дня – 29 и 30 апреля и, собственно, 1 мая. Синоптики обещают, что все 3 дня нам с вами будет светить солнце. А столбики термометров практически сойдут с ума. Ночные температуры составят плюс 6, плюс 11. И днем градусники покажут выше 20 градусов. В общем, отличных вам майских праздников. Наслаждайтесь замечательной погодой. И, конечно, не забывайте делиться друг с другом отличным настроением. В Рязани состоялся форум, который касается новых способов переработки мусора. В год экологии это особенно актуально, поскольку некоторые участники мероприятия выражаются следующим образом. Цитирую. «Если ситуация в России останется неизменной, как сейчас, Россия утонет в отходах. Но их можно и нужно перерабатывать, получая при этом востребованную продукцию и, конечно, прибыль, которую можно использовать на развитие новых производств и социальной сферы». Что такое мусор? Это высоко концентрированное сырье высокой стоимости. Но, к сожалению, 60% его цены теряются. Стоит человеку донести его до помойки. В пакете смешивается абсолютно все. Куски бумаги, остатки еды, пластик и другие отходы. Разделить такое машинным методом невозможно. Поэтому ценное сырье теряется безвозвратно. Но выход есть всегда. Так, сегодня состоялась пресс-конференция под названием «Инновационные проекты» в городе Касимов. Суть этих проектов заключается в следующем. Создание системы переработки всех видов отходов на базе пилотного проекта в одном из небольших районов или регионов Рязанской области, со следующим расширением данного проекта на территории Рязанской области, со следующим выходом данных проектов на территорию Российской Федерации. Важной частью проблем утилизации мусора являются несколько программ, каждый из которых исходит из предыдущей. Сейчас сложно найти человека без сотового телефона. Поэтому достаточно скачать нужное приложение, чтобы получать баллы за раздельно выброшенный мусор. Первый этап и уровень проекта – это тогда, когда человек вытащил пакет из дома, то есть вынес на улицу, подъехал, машина или стоит ящик, он подошел с этим пакетом к ящику, либо к машине, закинул его туда, а там стоит датчик, который в процессе падения, либо в процессе приема, взвесил, сколько же он выкинул. После того, как программа определит вес пакета, достаточно будет поднести сотовый телефон к специальному датчику, и вы получите определенное количество баллов. Они будут служить бонусами при покупках в различных точках города. Банк оказывает комплекс банковских услуг, обеспечивает действенную систему платежей и обеспечивает соответствующую защиту и конфиденциальность информации. Компания «Виктория» – это оператор проекта, который регулирует внутри города Касимова работу с торгово-сервисными предприятиями и торговыми точками по начислению баллов и по списанию баллов. Таким образом, мы регулируем систему торговли в городе и в Касимовском районе, приводим ее в соответствие и оказываем качественные банковские услуги. Ключевым моментом пресс-релиза стала презентация «Консорциум «Экология», объединяющая компании и организации на всероссийском и международном уровне. Этот проект, как признался Александр Сучков, разрабатывался более восьми лет. «Консорциум» опирается на позицию государства по стимуляции создания новой отрасли, переработке всех видов отходов на территории Российской Федерации. Основная проблема такой идеи – это финансирование, ведь на первых этапах требуется большой объем инвестиций. Но расчеты показывают, что завод по переработке мусора окупится за 9 месяцев. Мусоросжигательный завод такой прибыли не принесет, и его строительство обойдется дороже. Поэтому внедрение новой системы выгодно всем. Мы произвели некоторый набор расчетов, исходя из того, сколько же семья реально выкидывает мусора в год, и сколько же он стоит. Так вот, мы столкнулись со следующим вопросом, что среднестатистическая семья из четырех человек может дополнительно получить на свой счет от 25 до 45 тысяч рублей в год. Такой проект возвысит в глазах общественности не только область, но вскоре и сам город. Жители больше не будут утопать в свалках, а может, вскоре мусора вообще не будет. Это все новости на данный момент. За событиями вы можете следить на нашем официальном сайте, а также в группах в соцсетях. Весеннего вам настроения. До свидания. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваши выгоды составят 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok